Всем привет! Я постоянно пытаюсь донести до вас главную идею, что в крипте в первую очередь надо научиться не терять, а уже потом зарабатывать. Чаще всего люди теряют все, попав на уловки мошенников. В этом видео один из участников нашего чата расскажет вам историю о том, как он потерял все не только с кошельков, но и со своих бирж. Он допустил главную ошибку, о которой я всегда предупреждаю. Он начал переписываться в личных сообщениях в Телеграме. В 99% любое личное сообщение в Телеграме это мошенник, который чаще всего действует в двух направлениях. Либо он будет вам действительно помогать на начальных этапах и втираться в доверие, и в один прекрасный момент просто подсунет ссылку, по которой вы перейдете и все потеряете. Либо второй вариант. Он сразу же начнет вас запугивать и рассказывать вам истории о том, что у вас утекают какие-то данные, и надо закрыть какой-то там порт на вашем компьютере. Либо расскажет историю о том, что ваш метамаск настроен неправильно, и из него утекают ваши ситфразы и токены. Что бы ни говорил мошенник, это все выдумки, но они настолько реалистичны, и он предоставит вам столько подтверждений этому, что вы обязательно в них поверите и потеряете всю свою крипту. То есть он запугивает вас, вы начинаете паниковать, и в итоге сами все ему отдаете. Предлагаю вам очень внимательно послушать рассказ одного из участников, который потерял абсолютно все, ответив на сообщения мошенника. И возможно тогда вы наконец поймете, что читать очередное личное сообщение в Телеграме от очередного помощника – очень глупая идея. Антон, привет еще раз. Смотри, я выиграл там маленький дроп, я не помню, кажется, ты их в своем канале озвучил. Нужно было их заклеймить. Я их заклеймил, и эти монеты нужно было продать через Uniswap, и у меня не подключался кошелек. Я в твоем канале ребятам написал, помогите, кто сталкивался с этим, напишите, дайте ответ. Минут 15 даже не прошло, даже минут 5-10 прошло, и мне в личку пацан пишет. Что, решил проблему? Я пишу, нет, не решил. Хочешь, я тебе помогу? Я говорю, ну давай. Я в принципе уверенный, что я ничего не делаю, ну пусть пишет, как бы буду разговаривать. И он мне говорит, ты просто возьми, говорит, у тебя дискорд есть? Я говорю, да, есть. Ну, давай этот как? Этот открой, чтобы экран твой видно было. Я ему открываю экран, он мне говорит, нажми F12, то есть консоль посмотрим твою. На любую страницу от фонаря забей и консоль как бы включи посмотрим. И там желтые ошибки, типа он мне говорит, о, у тебя консоль забита, поэтому тебе нужно почистить. Давай, говорит, скачай, говорит, прям с интернета программу Ccleaner. Ну, я эту программу знаю, в принципе, мне ничего страшного, теперь я сижу, думаю, ну это же тем более с интернета, он же мне не пихает, что здесь такого? Хай, ладно. Я скачиваю эту программу, устанавливаю, начинаю там чистка реестра, то пятое, десятое, нажимать эти кнопки в программе, почистил, все. И он мне вопрос задает, ну что, помогло? Я говорю, нет, не помогло, так же, видишь, не подключается. Он говорит, а, есть еще одна программа, ее нужно скачать, они вместе с Ccleaner работают в паре и исправляют эти ошибки. Название «Remote утилиты». Ну, у меня почему-то ассоциация «Remote утилиты», то есть, «Remote», то есть, что-то с ремонтом связано. Ну, я уже такой, знаешь, я в эйфории, первый раз за два года я выиграл дробь, бля, 300 долларов. И такой, думаю, ладно, хай, я скачаю ее. Он мне говорит, смотри, там нужно только настройки сделать. И ты понимаешь, я как зомбированный просто сижу, как бы нажимаю, он мне говорит, туда нажми, сюда нажми, туда нажми. Код запиши, говорит, его сохрани аккуратно, он тебе еще понадобится. Запускаю эту программу, что-то там нажал, ничего не получилось, он мне говорит. А так я вообще, говорит, очень многим помогаю, людям, потому что, говорит, многие наслушаются блогеров, говорит, но им ни хера не показывают. Я тебе скажу, в чем у тебя проблема, говорит, сразу. Но ты мне обещаешь, что ты потом подпишешься, говорит, ко мне с абонентской платы в канал. Я говорю, хай, ты мне скажи, в чем у меня проблема. Он говорит, зайти в MetaMask свой, зайди в настройки и посмотри, у тебя метаметриксы включенные. Я раз захожу, я говорю, да, включенные. Он говорит, вот это первая твоя ошибка. По этим метаметриксам тебя можно отследить, все твои кошельки. Я говорю, да, это невозможно, как бы. Он говорит, ну хочешь, я тебе сейчас покажу. А он берет мне, тупо скидывает все мои 11 адресов. Я, вот тут, он меня как на наживку, знаешь, поймал. Я такой думаю, опа, как же можно было 11 кошельков, которые между собой никак не пересекаются. Вычислить 11 кошельков, ну хай 1, ну 2, ну не 11. И он мне начинает зубы заговаривать, имеет, говорит, ты понимаешь, вот скажи, сколько ты готов дать денег, чтобы твои тебя не кинули, не облапошили. Ты понимаешь, что через твои, вот если я у тебя, говорит, уже вижу твои кошельки, то я знаю твои ситки. Я говорю, да не, не может быть, как. Он говорит, хочешь, я тебе покажу. И он мне скидывает ситфраз. И вот здесь он меня конкретно ловит на наживку, плотно прям. Я думаю, вот я попал, блядь, то есть у меня конкретно прогретые кошельки, я полностью соблюдал все твои вот эти действия, которые ты показываешь у себя на YouTube канале. То есть у меня в хороших рейтингах на Layer Zero кошелек, и у меня сразу в голове, блин, если эти кошельки он уже знает, что дальше. Он мне говорит, смотри, у тебя теперь проблема появилась другая, говорит. Мало того, если у меня есть ситфраза, то эти ситфразы могут получить и другие мошенники. Ну ты же видишь, если бы я хотел, мол, деньги снять, я бы с тебя их снял. Но я хочу предотвратить, чтобы ты не потерял. Поэтому, говорит, я тебе сейчас еще одну тайну раскрою, которую также и блогеры не рассказывают. Мол, они вам лечат по ушам, как это все легко и просто, а у вас реально все дырявые кошельки. Через твои кошельки и ситфразы, говорит, я могу зайти к тебе на биржу. А у меня на бирже лежало 5300 долларов на трех биржах. И вот тогда я реально обосрался. Думаю, бля, если он зайдет ко мне через какие-то там ключи или транзакции ко мне на биржу, он просто все слямзает. И ты понимаешь, я уже как зомбированный сижу и просто по наводке, его же не начинать действовать. Я говорю, и что делать? Он говорит, а ничего делать не надо. Это просто берешь, сейчас открываешь кошелек, во-первых, новый кошелек, отключись, говорит, от трансляции экрана, чтобы было по-честному. Я отключаюсь от трансляции экрана. В своем кошельке я открываю новый субсчет, записываю ситку, то есть спокойно знаю, что это новый счет. И ему говорю, все, я сделал, что дальше? Он мне говорит, ну все, теперь перегоняй, говорит, переводи все в БНБ или в ЕТХ и переводи все деньги на этот кошелек. Когда ты все деньги переведешь, мы обнулим биржи твои и потом с этого кошелька ты обратно вернешь все деньги на свои биржи. Но смотри, как бы из расчета того, что ты будешь со мной сотрудничать в будущем, подпишешься на мой канал, будешь платить абонентскую. Я говорю, хай, ладно, без проблем, если оно так. И я начинаю, он три часа сидел со мной на связи. Три часа я перегонял деньги в БНБ и в ЕТХ. Я все перегнал, и он мне вопрос задает, говорит, все, у тебя денег больше не осталось? Я говорю, ну может там 20 тысяч. У меня, говорю, еще деньги есть, я тоже как лох себя повел. Блядь, прям реально, я вспоминаю это, я за себя стыдно. Я говорю, у меня еще есть на Сеф-Пауле, но у меня его нету с собой. Я знаешь, как притормозился. Он говорит, ну это проблема, тебе Сеф-Пауле тоже нужно подключить, чтобы согнать, ты же понимаешь, блокчейн работает, мол, такого плана, что все отслеживается. Я начал заднюю включать, я смотрю, что-то горелым прям плотно пахнет. Я говорю, ты понимаешь, у меня нету возможности, он у меня на работе, а работа у меня, говорю, час езды. На дворе, говорю, уже, блядь, 12 ночи, как можно, говорю, физически я не могу до туда доехать. Но он меня полчаса укатывал, укатывал, я говорю, нет, понимаешь, говорю, не получится у нас подключить это все. Он говорит, ну, хорошо, ладно тогда. И я захожу на кошелек, а он пустой. Я ему говорю, слышь, он Евгением прислался, я говорю, Женя, а где деньги? Он говорит, что ты переживаешь, деньги у тебя в субсчете. Тебе сейчас, чтобы его открыть, субсчет, тебе нужно твой сейф-паул подключить к этому счету, подвязать. И деньги у тебя придут на сейф-паул, ты не переживай. Меня тут уже начало реально трясти, потому что я вижу, 5300 долларов просто ушли на какой. Он говорит, что ты переживаешь, скопируй кошелек и посмотри, все деньги лежат там. Я говорю, Женя, давай так договоримся, ты мне деньги сейчас верни обратно на кошелек, потому что это выглядит как кража. Я говорю, а потом мы завтра, если завтра уже, говорит, пусть поздно. Я говорю, ты понимаешь, хочешь обижайся, хочешь нет? Я говорю, ты как будто меня сейчас обокрал. И он мне такую фразу говорит, ой, ты знаешь, короче, проспись, давай пока. И вырубается с дискорда, вырубается с телеграма, удаляет переписку и блокирует меня. Вот так я потерял бабки. Потом анализируя все, первая моя ошибка, это то, что я с ним вступил в полемнику. Вторая моя ошибка, это то, что когда в самом начале я начал заниматься летом криптой, я забыл удалить с компьютера Excel файл, в котором под ферму были прописаны адреса кошельков и сид фразы. А потом я понял, что он подбросил мне программу удаленного доступа. Я дал ему доступ, потому что я всегда знал, что удаленный доступ, когда даешь человеку, ты видишь, что он делает на экране. А здесь оказалось, что я ему дал удаленный доступ не экрана, а удаленный доступ папкам и файлам. И он, получается, у меня забрал этот файл и меня на это купил. Тем более, скажу, обидно даже не 5300 долларов, а обидно лейерзеровские кошельки, которые я 6 месяцев делал, полностью прогревал и все. И как бы теперь я остался ни с чем, скажем так. Мой труд выкинутый на помойку. Вот как-то так все произошло. Сейчас многие скажут, что он лох и сам все отдал, но это такой же, как и вы участник, который считал, что его развести невозможно. В этом случае его ошибкой, конечно же, было хранение текстов файла с сид фразами на своем ПК. Но мошеннику не обязательно даже подключаться к вашему компьютеру, чтобы вас развести. Он знает сотни способов, как втереться к вам в доверие, а еще больше вариантов, чем вас запугать. И вывести из равновесия ваше психологическое состояние, после чего вы совершите ошибку. Чаще всего мошенники давят на то, что предоставляют ваши данные, телефон, электронный адрес, ваше место жительства и подобное, утверждая, что у вас открыты какие-то порты или еще что-то. На самом деле все эти данные он берет из интернета и на любого из нас их всегда можно найти. И это никак не связано с портами. Также мошенники очень часто начинают скидывать вам якобы ваши сид фразы от кошельков, и вы в это поверите, потому что проверить сразу не сможете. А ситуацию он завернет к этому моменту уже таким образом, что вы будете верить каждому его слову. Как поверил и герой нашего сегодняшнего видео, которому сказали, что через его сид фразу могут зайти на его биржи. Очень надеюсь, что после подобного вы наконец перестанете читать личные сообщения. Нет в этом мире тех, кто пишет вам личные сообщения и желает при этом помочь. Даже если вы и найдете такого человека, и он будет помогать вам полгода или даже год, то в итоге он в любом случае вас кинет, подсунув какую-нибудь ссылку. Мошенники могут разводить вас годами. Повторюсь в последний раз, не думайте, что это вас не касается. Если вы видите, что вам пишут личные сообщения, сразу же, не читая его, жмете и удаляете, параллельно отправляя жалобу на спам. Только это способно вас спасти. Начнете читать сообщения и попадете на крючок мошенника. Обязательно напиши свое мнение в комментариях, что ты думаешь по этой ситуации. А также расскажи о тех случаях, когда именно тебя пытались развести. Будет интересно почитать. Желаю вам никогда не терять свою крипту, быть умнее и слушать, что вам говорят более опытные товарищи. Все общение должно происходить только внутри чата. Помните это. Субтитры сделал DimaTorzok